Сегодня осветим несколько важных событий. Начнем с Восточного экономического форума, откуда пришли отличные новости из отрасли энергетики. Но сначала предыстория. В декабре прошлого года было введено в строй крупнейшее восточной Сибири Кавыгтинское месторождение, ресурсная база силы Сибири, наряду с Чаединским в Якутии. На газопроводе базируются наши крупные предприятия по газопереработке и газохимии – Амурский ГПЗ «Газпрома» и связанный с ним ГХК «Сибура». Газ из Кавыгты чрезвычайно богат ценными для нефтегазохимии компонентами – этаном, пропаном, бутаном и гелием. И особенно интересен тут гелий. Он жизненно необходим, к примеру, в производстве микрочипов, космонавтики, судостроений, криогенной техники и других отраслях. В последнее время мировой рынок гелия столкнулся с рисками дефицита. Ранее фактически монополистом были США. Однако их мощности постепенно сокращались. Если говорить о России, то несмотря на то, что у нас наличествует порядка трети общемировых запасов гелия, до настоящего момента мы занимали лишь 5% мирового рынка. Однако в дело вступил «Газпром» и его вышеупомянутый Амурский ГПЗ. Что касается гелия, то его мощности рассчитаны на производство 60 миллионов кубических метров гелия в год. Для сравнения, глобальное производство гелия в прошлом году составило 160 миллионов кубометров. Из них только 9 миллионов кубических метров приходилось на Россию. Теперь же две линии уже в строю. Дальнейшие планы до 2025 года ввести все 6 линий и выгод на проектную производительность. Также стало известно, что в конце августа были успешно запущены две линии для получения гелия. Более того, неделю назад первая партия гелия уже была отправлена в гелиевый хаб на Дальнем Востоке. Стоит сказать, что гелия на Земле очень мало, а потребности в нем растут. И у России есть все шансы на то, чтобы стать одним из ключевых мировых игроков на этом рынке. Однако имеются и другие новости. Так Газпром подписал план по развитию газификации с Иркутской и Амурской областями. Именно запущенная в прошлом году на всей протяженности силы Сибири является ресурсной базой для газификации данных регионов. Все это органично вписывается в программу по доведению показателя газификации к 2030 году до 83%. Также новые проекты вводятся и в других регионах. Например, в Мурманской области, где реализуется проект Новотека по строительству крупнейшего СПГ-завода в Заполярье, в рамках которого уже начались подготовительные работы по прокладке магистрального газопровода через Карелию протяженностью 1375 км. Оттуда на днях тоже пришли хорошие новости. Новотек подписал на ВЭФ соглашение с Ростсетями об электроснабжении Мурманского СПГ. Плюс не так давно правительство утвердило план газификации Камчатского края. Обозначены конкретные сроки, а также определены источники финансирования. Обеспечением газом будет заниматься Газпром. Самым доступным в регионе топливом СПГ с дальневосточного проекта Сахалин-2, где компания выступает оператором. Также произошло событие исторического масштаба. В ходе своего выступления на ВЭФ Владимир Путин заявил, что газопроводы Сила Сибири и Сахалин-Хабад Владивосток необходимо включить в единую систему газоснабжения страны. Таким образом была поставлена глобальная задача интегрировать в одно целое газотранспортные сети Запада и Востока России. Работа над этим уже ведется. Ну а теперь про позитивные события из других отраслей. Россия продолжает огорчать западных экономистов и аналитиков, чьи прогнозы о разрушительном влиянии санкций на нашу экономику провалились. Прошло всего полтора года после начала санкционного наступления Запада, а наша морская торговля уже вернулась к досанкционным уровням. Россия наращивает мировую торговлю, несмотря на масштабные санкции. Это очень разочаровывает немецких аналитиков, пишет Business Insider. Объем товаров, выгруженных в трех крупнейших российских портах в Петербурге, Вадивостоке и Новороссийске в августе приблизился к максимумам, которые были до украинского конфликта, говорится в отчете немецкого аналитического центра. Неясно, откуда поступает товар, но активность в портах страны оказалась удивительно высокой, говорится в статье. Добавим к этому, что если порты мы активно строили и раньше, то вот собственным флотом наши предприниматели начали активно заниматься только сейчас. Если раньше товары можно было ввозить и вывозить на чем угодно, то теперь наличие невидимых для США кораблей принципиальный для надежности торговли вопрос. Зерно все больше становится для России второй нефтью. Экспорт растительного золота продолжает расти. Дошло уже до того, что первый морской зерновой терминал открыли на днях на российской Балтике. Хотя ранее зерно вывозили преимущественно через южные черноморские порты. Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке. Руководство Порт Высоцкий рассчитывает на перевалку через терминал около 1 миллиона тонн зерна до конца 2023 года. Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,8 миллиардов рублей. Как видно, наши зерновые трейдеры не особенно боятся западных санкций и не считают, что западные страны смогут создать непреодолимые препятствия для вывоза зерна через Балтику. Также потихоньку проходит пересмотр итогов приватизации. Этот процесс в России идет постепенно. Сейчас государство сосредоточено на национализации и выведении из-под контроля офшорных компаний предприятий, работающих в стратегических отраслях экономики. К примеру, к подобным относятся электроэнергетический комплекс и химическая промышленность. Ранее мы уже делали несколько видео на эту тему. Сейчас стало известно о новом иске Генеральной прокуратуры, который уже удовлетворил арбитражный суд Пермского края. Речь идет о заводе Metafrax Chemical, являющемся одним из крупнейших в России производителей метанола и формалина. В 1992 году план приватизации тогда еще Губахинского химического завода утвердил Пермский областной комитет по управлению имуществом. Администрацией Губахи была учреждена компания Metanol, позже Metafrax. В 1993 году офшорный тогда еще олигарх Дмитрий Рыболовлев получил контроль над 35% акций предприятия. Позже, совместно с еще одним, таким же олигархом, проживающим сейчас в США, с эфидином Руставом, Рыболовлев увеличил пакет акций до 96,1%. Доля была продана американской компании Sorki Investment Strass. В свою очередь данная компания принадлежит американским Clever LLK и Luren LLK, бенефициаром которых является все тот же Рустамов. Относительно недавно, понимая надвигающиеся проблемы, эти бизнесмены решили создать прокладки в виде российских фирм ООО Meta Holding и ООО Metafrax Trading, на которые записали акции завода. Впрочем, это не помогло. По заявлению Генеральной прокуратуры, приватизация предприятия была проведена незаконно. Во-первых, Metafrax Chemical относится к стратегически важным предприятиям, обеспечивающим в том числе и обороноспособность страны. Во-вторых, предприятие выпускает ядовитые вещества. Исходя из этого, решения о приватизации в 1992-1993 годах могли принимать только органы федеральной власти, в то время как разрешение было выдано только Пермским областным комитетом по управлению имуществом. Также суд приобщил к процессу материал уголовного дела о заказном убийстве бизнесмена Евгения Пантелеймонова. В обвинительном заключении говорилось, что в 1994 году Рыболовлев вступил в сговор с другими лицами с целью приобретения на аукционах акций предприятий, расположенных на территории Пермской области, преимущественно химического и нефтехимического комплекса, при этом используя авторитет указанных лиц среди членов различных преступных группировок. Впрочем, этот олигарх тогда был признан невиновным. Интересно, что в делах 30-летней давности имя Софедина Рустамова также фигурирует в делах Рыболовлева. Впрочем, сейчас непонятно, является ли Рыболовлев бенефициаром Metafrax Chemical или нет. Зато однозначно можно сказать, что таким является Рустамов. По мнению Генеральной прокуратуры, вся деятельность акционеров была направлена на выкачивание из предприятия прибыли. В качестве дивидендов уже выведено более 7 миллиардов рублей. Готовится вывод еще 7 миллиардов. Что ж, теперь заниматься этим у Рустамова не получится. Арбитражный суд Пермского края обязал передать акции Metafrax Chemical в пользу Росимущества. Таким образом, процесс национализации завершен. Некоторые в комментариях начнут кудахнуть, а как же свободный рынок? Но, как сказал мудрейший Герланд Никсон, прежде чем спорить об эффективности свободного рынка, нужно определиться, существует ли вообще такая вещь, как свободный рынок. Ибо его не существует. Нет такой фигни, как свободный рынок. Это сферический конь в вакууме. Ни в мировой торговле нет. Ибо тогда бы на заседании G20 не принимали заявлений о необходимости реформировать неработающее ВТО ни в одной отдельно взятой стране. Рынок не бывает свободным, он всегда регулируемый. Всегда есть регуляторы, Центробанки, Минфины, Минторги, антимонопольные комитеты и так далее. Всегда есть ограничивающие его законы, указы, нормативные и прочие регуляторные акты. Это всегда искусственная и контролируемая среда. А продвигает под видом свободного такой формат рынка, при котором преференции у строго ограниченного количества стран, корпораций, финансовых институций. Свободный рынок в теории – это неконтролируемая конкуренция. Но это в теории. При свободном рынке немыслимо, чтобы Майкрософт запрещали поглощать Activision Blizzard в судебном порядке. Я привел первый попавшийся пример, а таких тысячи. При свободном рынке невозможны рестрикции. Санкции бывают только у ООН, а у остальных это рестрикции, причем они тоже противоречат принципам свободного рынка. Против иранской нефти или российского газа. При свободном рынке Russia Today должна неограниченно вещать во всех западных странах, конкурируя с другими медиахолдингами на рынке информации. И каждый потребитель должен самостоятельно решать, кому ему верить – BBC, CNN или Киселеву-Симонян. При свободном рынке поляки не могут запрещать импорт в свою страну украинского зерна. При свободном рынке концерн Калашников может при желании поставлять оружие армии США. При свободном рынке Франция не должна возмущаться, что ниггер начал продавать ей уран за 200 долларов вместо 80 центов, как раньше. Рыночек порешал – идите нафиг. При свободном рынке не должно быть массы заградительных пошлин, которыми США и ЕС тоже хоть и в меньшей степени обложены с ног до головы. При свободном рынке не должно быть стимулирование экономики в виде изменения учетной ставки или количественных смягчений. При свободном рынке не должно быть выкупов обанкротившихся компаний со стороны государства. То, что неэффективно и должно умереть, должно умереть. При свободном рынке не должно быть чаптер 11, ну то есть защита при банкротстве в американском законодательстве. При свободном рынке нужно отменить такую глупую штуку, как антимонопольный комитет, потому что это искусственное ограничение конкуренции. Оно противоречит настоящим принципам свободного рынка. Любой рынок в естественных условиях стремится к монополизации. Это чистая математика. Должен остаться только один – это фундаментальный закон по-настоящему свободного рынка. Если есть искусственное сдерживание этого для стимулирования конкуренции, это не рынок, это защита слабых и неконкурентоспособных. Все. То, что мы видим вокруг в самых разных экономиках, как в мировой, так и в локальных – это несвободный рынок. И даже и близко не похоже. Формат «Мы вам будем продавать свои товары, а вы нам не сможете, потому что вот подплывает к вашему берегу наш авианосец» – это несвободный рынок. Вы Адама Смита и Макса Вебера почитайте, ну хоть кто-нибудь из тех, кто на них постоянно ссылается. Не существует никакого свободного рынка. Не было и нет. Это фикция. Все. Можете плакать, плеваться и визжать. Вы все врете. В завершение хочу сказать, что мы создали новый канал про политику «Путин Тудей» вместо удаленного. Приглашаю всех подписаться. Ссылка в описании.